Не знаю, куда я иду. Я здесь первый раз. Надеюсь, я выжду к речке. Нет. Нет. Что-то мне кажется, я так долго буду идти. Надо еще раз какое-то другое место в парковке искать. Всем привет. Наконец-то я добрался до воды. Давно не был на рыбалке и поначалу, когда ехал сюда, думал, что вообще ничего не получится, что не смогу сделать толком нормального ни одного заброса. Буду ловить бороду за бородой и порыбачить не удастся. Но, в принципе, поначалу так и было вообще-то, да. Но, в принципе, заброс за забросом, поворот за поворотом, руки вспомнили, как это все делается. Поэтому приглашаю вас со мной на рыбалочку. Посмотрим, что у меня получилось. Поехали. Вот она, по-моему. Да, вот она. В общем, это небольшая речушка. Называется она Простно. Речка узенькая. Там где-то будет пару участков, я смотрел по карте. Немножко пошире. Ну, в основном она примерно такая вот и есть. Откровенно говоря, я не очень люблю такой формат речек. Хотел чуть-чуть побольше, может, раза в два было бы просто идеально. То есть больших рек тоже не люблю, но и это как бы такая. Хотя, в принципе, посмотрим. Скажем так, не был я на рыбалке уже очень давно. Мне кажется, что я мог это вообще разучиться, это делать все. Волнуюсь, нервничаю. Ну, надеюсь, большого крокодила я с первого раза не поймаю. О, это разве заброс? Это не заброс. Ну, ладно. Ну, что, первые забросы, если честно, радуют. Я пока не поймал ни одной бороды и не повесил воблер на дерево. Ну, вот я и первый воблер повесил. Я, в принципе, поставил попер только потому, что переживаю, что с забросом будет беда. Хотя, в принципе, она и присутствует. Я вам так скажу, когда не практиковал уже практически два года заброс, забрасывать, конечно, проблемно. Руки пока еще не слушаются вообще. Голова вроде бы хочет, а руки не идут, не слушают. Но, кто-то спросит, а чего два года? Эх, не будем вдаваться в подробности. Поверьте, на то были причины интересного. Вижу я сегодня что-нибудь. и скажем так, вот это уже было получше. Скажем так, даже если я ничего не увижу, я вообще не расстроюсь. Потому что, когда так долго не был на рыбалке, поверьте, никому не советую, но, поверьте, когда так долго не был, ай, ты ж, ешкин кот, то просто наслаждаешься моментом. «Вообще-то, дорожки протоптаны, мусор есть, значит, люди ходят, уважаю, рыба есть». «Возьмем вот этого розового джампера». «Поехали!» «Положил вроде неплохо». «Положил вроде неплохо». «Вообще воблерок интересный, он очень податливый. Я не знаю, видно, не видно, оно вообще на таких тычочках заводится. И хорошо играет. Действительно хорошо. Я его, кстати, разловил, наверное, на первых десяти проводках. Ну, там я знал, его даем. я знал, что там есть рыба. И где эта рыба есть? Рыж и воблер, ешьте, что вы, щука? Ты где? Ты такого, ох, хорошо попал. Ты такого, ой, а там что-то было. Ну, давай, давай. Я же видел. Нифига, не клянула. Щука, вкусно, вкусно, вкусно. давай, 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 давай. оп, оп. Нет. Ты такого здесь не видела. Ну, если и видела, то редко. вот хорошо так жить. домик, домик, речка, речка, доелась, психанул, взял спиннинг, вышел на речку и лови себе. вот, все, все, начали. Вот, хорошо, ну, давай. Кто там живет? Ну, кто-то ж там должен жить. Ну, кто-то живет, но сегодня, видимо, в хорошем настроении. Кусать никого не хочет. вот это, наверное, одна из самых. Опа, рыба была. Ах ты ж проморгал, не понял. Ну, что-то было, что-то небольшое, на самом деле, просто почувствовал тычок. Ммм, как так-то? Но поклевка есть, это уже хорошо. Но она накололась, не будет добирать. Ай, место хорошее. Черт. Профан, не понял. Вот что значит, давно не было. Я вообще не понял, что это была поклевка. Она такая аккуратная была, на самом деле, такая тык, и как бы все. И я просто потом дергаю в следующий раз, а уже кажется, что там что-то бьется. Ну, что-то небольшое. Шнурчик какой-то маленький. Ну, потому что не окушок. Вряд ли. Больше похож на шнурочек. Ну, как раз-таки взял по классике на паузе. Поэтому и получилось, что следующий. Вот. но взял аккуратно. И поэтому получилось, что я как-то не понял. Подумал, что может, что задел немного. Хотя, правильно кто-то говорит, что любой поддевку, что-то кажется, что что-то не так. Подсекай. Опять же, я считаю так, что тут два тройника. это не джиг, там, где нужно сечь при каждом тычке с одинарником. Тут, в принципе, если удачно взял, нормально взял щука, то она засечется. А, кстати, я не посмотрел. Вот он удар был. Возможно, даже не попало в этот воб. Просто ударило в поводок, потому что на вобе, откровенно говоря, я ничего не вижу. Да, в поводочек ударило. Поэтому как получилось. Поэтому я ее почувствовал, но она не засеклась. Ну, и бог с ним. Я не переживаю. Меня радует другое. То, что здесь значит, рыба есть. Опа, там коряга какая-то. Куст. Надо быть поаккуратней. Вот. мальчик. Ничего. Ничего. Ой, кстати, сволочь. О, Окей, шибко. Быстро, 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 Утуем, утуем, пока не зацепились. Окей. Добря. Получилось. Ну, ты даешь. Костя, ну, ты дал. Заброс был хороший, но очень неточный. Точнее, как может быть хорошим неточный заброс? Где наш? Ого! Ну, ясно. Все, минус, минус воп. И порвалась плетня. Кстати, на середине. А вот это печально. А вот это печально. Что я могу сказать? У меня один раз был случай, так, где мы? Обрежем кончик, чтобы ровнее был. Какая? За один раз, пытаясь спасти воблер, потерял еще две приманки, две блесны. В общем, зацепил я как-то воблер, но сразу после зимы вода холодная была, поэтому купаться не хотелось. А на самом деле воблер зацепился так, не знаю, ну, метрах в четырех. То есть, я его очень хорошо видел, он так на коряге, причем одна вот так вот коряга, она просто как раз-таки с того угла, как я бросал, ее было не видно. А когда я уже зацепился, подошел ближе, да, потому что бросал так ближе, больше вдоль берега, подошел ближе, то есть, она там одна, вот так вот стоит и на верхушке как раз-таки висит мой воблер. Воблер новый был, если я не ошибаюсь, это был марионетка, по-моему, от понтона. 90-е, наверное, не помню точно, но, по-моему, марионетка. Но какой-то воблер от понтона точно, как раз-таки тогда пришли воблерки, я заказал их, и они ко мне пришли. Так, стоп, надо поводок взять. Так вот. И я пытаюсь подцепить этот самый воблер и каким-то образом его с этой коряги сдернуть, да? Ну, мысль такая проскочила, что так можно сделать. Я, короче, взял одну блесну, зацепил ее, ну, и, соответственно, кидал. В итоге, я его зацепил. Точнее, не его, а рядышком. Ту же корягу. Ну, и оставил там блесну. Воблер спасти не удалось. Ну, вы думаете, что это меня остановило? Ничего подобного. Я взял вторую блесну и решил, что нифига, я его спасу. Ну, обидно было, это был, наверное, пятый заброс воблера, и он так влип. В итоге, так же там осталась и вторая блесна. Третью я уже решил там не вешать. Вот. Вот такие зла. Так что иногда лучше запись водой и забыть, что ты потерял приманку и идти дальше. Так, что попробовать, что покупать? Ну, давай, шеллафст, показываем до метра, а вдруг дадим и тебе сегодня шанс. Все, идем дальше. В общем, это тоже прикольно. На самом деле, вот игра у ферста интересная. Докопа дается анимации и интересно вертится, крутится под водой. Причем на равномерке тоже такая вихляющая игра. Сильная достаточно. Ну, блин, ну почему? не его условия. Так сейчас здесь как раз таки более-менее мелководный участок реки. Как кажется, во всяком случае, я вижу в поляриках какие-то водоросли уже, растительность. м-да. Ну вот почему-то как-то так. Добре. Пора идти дальше. Интересно, вымочу я сегодня щуку или нет? Неизвестно. Пошло время в очередной раз меня с приманкой. И попробуем новинку этого года. Кто догадался, тот молодец. дурга. Так? Пока она мне даже не в коробке. Вот как раз-таки сегодня минус один воблер. Святое место пусто не бывает, как говорится. Так? Кто не видел, то посмотрите распаковку. Там будет поближе. Бульк. Опустили в воду. Ах, красавчик. красавчик. Все, красавчик. Все, красавчик. Ну что, первые забросы дурги. здесь у нас коряк никаких не было. Нормально. Устроено нормально. Полетели. Я думаю, летит она хорошо, но сейчас у меня, откровенно говоря, не получился заброс. место это. О, к сожалению. Неупористый воблер вообще. Обалдеть. Вот летун она, сколько там, 4,7 грамма, да? Но она летает, шикарно. травка. 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 Ну, куда еще бросить? Идем дальше. У нее там палки были. Ааа, там были палки. Ой, вообще, с ней можно столько всего делать. И протяжка чувствую, как она вибрирует. И стоп-н-го. Супер. Если еще удастся сегодня разловить, то это будет просто замечательно. но я сейчас насомневаюсь, потому что как-то сегодня вообще глухо все. Просто глухо. Но воблерок просто шикарный. То есть игра его и его податливость в игре и то, как он летит, мне очень нравится. Ну и белый цвет просто шикарный. Прям бомба. Смотрите, как круто смотрится. Вы просто посмотрите. Черный с белым. Ну, красный. Просто комплект. Не комплект, а сказка. Можно просто ходить и любоваться. нафиг-то рыба нужна вообще. Ну что, попробуем по тем местам, где уже работали другие воблеры посмотреть, как сработает дорого. дурга. Не, насчет летун, я вам так скажу. Вот тот же самый шалов-фёст буквально, да, перед этим стоял. Он летит хуже. относительно. Если взять вес, который весит дурга, и взять, посмотреть, сколько весит шалов-фёст, то теоретически фёст должен улетать в караул, как дальше. А такого нет. летит она очень хорошо в плане не только дальности, но и точности. И на заданный горизонт, вот как мне кажется, она уходит очень быстро. Буквально за рвок, максимум два, и она уже на горизонте. ну или там за один оборот катушки. Ещё бы рыбку подержать в руках. Было бы вообще замечательно. Было бы офигенное завершение рыбалочки и дня. Вот тут я, по-моему, да, имел поклёвочку. Сейчас выйду на это место. Вот эти девочки были. Ой, птица какая мать! Она меня испугала. Ой, птичка, ты меня испугала. Ой, котик, ты меня испугал. Помните в этой пародии? Кейс, ты меня напугала. На крик очень страшное кино, там такое было. Вот это чёткое место. открытое для тренировки заброс. Что, в принципе, сегодня похоже и происходит. Ибо называется не всё сразу. Вспомни Костю, да, ё-моё. Вспомни Костю сначала, как забрасывать приманку. В следующий раз ты вспомнишь, как приманку проводить нормально, чтобы рыбу соблазнять. А уже на третье что-то поймаешь. Будешь тренировать вываживание. А вот она. Вот она, красавица. Вот это, это. Смотрите-ка, дурга, дурга, работает. Дурга, не даём, не даём. Ай-яй-яй-яй. Хороша. Ну, пассивная. Хороша. Побалуемся с ней. Не спешим. Хоть заживала жадно. Не сойдёт, я думаю. Срезать тоже не должна. Ох, какая свечка. Я думаю, вы это видели. Красиво. Ой, красавица. А вот теперь ты уже, а вот теперь ты уже заплится. О, 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 тихо, 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 тихо. Надо парковаться. Надо. Ай-ля-ля-ля-ля-ля. Надо парковать. Пора. Кровушку пустила чуть-чуть. Раз мы тебя, малыш, отпустим. Давай, ты сейчас силу, я смотрю, набираешься, да? Я думаю, получится. Ох, красота, красота. иди сюда. Иди сюда, малыш. Ой, ребят, это кайф. Иди сюда, иди сюда. Иди, отдай мне воблер, я тебя отпущу. Оп, не получилось с первого раза. Надеюсь, ты мне дашь второй шанс. Вот так. Вот так. Ой, красиво. Ну, что? Сколько в тебе будет? Фиг его знает. А я весы забыл. Вот же жешкин кот. Ну, пишите в комментариях. Мне кажется, в ней, ну, келушка. Вряд ли больше. Закровила бедняга. Ладно, сейчас я тебя отпущу, честно. Сейчас мы сделаем пару фоточек и отпустимся. Я думаю, жить будет. Вот вам и дурга, ребят. А я на этом месте уже бросал. Наверное, снимем перчаточку, чтобы не намочить себя. вот так. Ну что, готово? Ну, все, пошла торпеда. Пока-пока. Пока-пока. Хорошо. Вот за этим я и шел. Спасибо. Не зря воблер оставил. Короче, круто. 12.46. Нормально. Супер. Вот тут вот еще побросаю. Ого. Вот вы видели, что происходит? Вот там ветер. Надо прекращать это все дело. А то я... Ого. Я даже не знаю, удастся ли мне обойти. Там просто такие дебри. Добре. Иди ко мне, иди ко мне. Ага. Спасение воблера. Ииии... Вот он. Хе-хе-хей. Удалось. Ну и все, короче. Заканчиваем рубалку. На этой приятной носе. Дурга спасен. Спасена точнее. Так что всем пока. Вот так вот. Вот так вот ломаются спиннинги, палки и все ломается. Ну, вроде все целое. Я тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok